Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Ваша личная жизнь в сентябре на Таро-Ведьм. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Поэтому вы можете просто посмотреть вашу личную жизнь в ближайший месяц. Итак, ваша личная жизнь в сентябре или просто в ближайший месяц. Что будет, что изменится или ничего не изменится. Карта выпала. У меня и до этого много выпадало, но тут одна. Это уже такой момент особенный. Рыцарь мечей. Здесь какая-то внезапность в скором времени для человека, который видит эту карту сейчас. То есть что-то неожиданное произойдет у вас. И тут везде летают перышки, значит будет много новостей и много подсказок от ангелов. Или от вашего ангела-хранителя. И возможен полет или кто-то приедет к вам в гости. Итак, четыре позиции. Это ваша личная жизнь на сегодняшний день. Какая у вас личная жизнь? В каком она состоянии? И дальше уже будем раскладывать, какой она будет в сентябре. Ну или в ближайшие там месяц-полтора примерно. Итак, первая позиция красная яшма. Вторая позиция у нас вот такой вот камушек. Забыла, как он называется. По-моему, серебристая яшма. Третья это садолит. И четвертая это горный хрусталь. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Ваша личная жизнь в сентябре. Что поменяется? Чего ждать? Какие крутые повороты там будут в этой личной жизни, да? Первый камушек, первая карта, ваша личная жизнь сейчас. Это Туз Жезлов. Вы знаете, Туз Жезлов прекрасная карта для развития личной жизни. Для ярких знакомств, для впечатления какого-то вот такого прям вот невероятного каким-то человеком, друг другом, да? С кем-то может быть страсть или яркая увлеченность вами, взаимные чувства, да? И, конечно, это карта именно начала, развития, импульса. Поэтому здесь могу так сказать, что на сегодняшний день вами кто-то интересуется. И есть просто даже сами по себе возможности для знакомства у одиноких людей и яркого развития отношений. И те, кто в паре или те, у кого сейчас там какие бы то ни было есть отношения, есть возможности для их возобновления, импульса, развития. И, может быть, вспышки страсти. Я считаю Туз Жезлов это идея для отношений. То есть тот момент, когда вы можете сделать их явно ярче, лучше. Соответственно, у вас сейчас возможности просто со всех сторон. Вы должны ими воспользоваться. И более того, вы явно кем-то увлечены можете быть. Или кто-то увлечен вами, как я выше говорила. Поэтому должно резонировать у тех, у кого сейчас вот такая вот прям в душе вот прям такое состояние трепета, что ли. Страсть кому-то, да. Или волнение. Или ощущение, что вот, не знаю, за вами наблюдают, например. О вас спрашивают. Вот вы, может быть, кого-то замечаете вокруг себя. Понимаете? И сами там испытываете интерес, наводите справки о ком-то. Тоже вариант. Поэтому здесь, да, здесь яркость. То есть общим словом, если сказать, страсть и яркость в вашей личной жизни на сегодняшний день. И возможности для этого. Хорошо. Если карта вам резонирует, да. Как у вас будет развиваться личная жизнь в сентябре. Давайте выкладывать несколько карт. Хорошо. Тут я вижу двух королей. Поэтому для женщины это может быть два разных мужчины, которые совершенно точно оба ей подходят и оба ей интересуются. Оба ревнивые, оба порывистые, оба интересные в общении. Король жезлов – это огненный мужчина. Король мечей – это воздушный мужчина. Это люди, сделавшие свое имя, сделавшие себя сами. Это люди довольно-таки с ядреным характером, да. Они и чем-то похожи, и очень разные. Понимаете? И, конечно, они отвернуты друг от друга. Вот посмотрите. Они смотрят в абсолютно разные стороны. То есть в жизни у них разные цели. У каждого есть животное, тотем. У этого товарища – рысь. У этого – песец. Обратите на это внимание. Рысь всегда сама по себе. Рысь всегда одиночка. Но песец не меньше одиночка. Не меньше сам по себе. И, соответственно, у них есть как похожесть, так и, опять же, различие. Это кошачий, это собачий, да. Вот подумайте. Король мечей – он может быть очень верным. Он может быть очень сильным. Он может защищать. Но только тогда, когда вы пройдёте 100 проверок, и он возьмёт вас в свой круг общения, этот товарищ, он сразу же может защищать вас, он сразу же может оберегать вас, но полностью контролировать. Он может вас взять под такой контроль, что вы не вырветесь из его лап никогда. С другой же стороны, он всегда поддерживает интерес в отношениях, всегда старается для отношений. И если уже взял вас под своё крылышко, уже не отпустит. А король мечей, главное не нарушать его доверие, тоже может быть очень верным и всегда поддерживающим партнёром. Он холоднее. Страсть в нём поддерживать очень сложно, особенно годами. В королеже Жезлов страсть поддерживается гораздо лучше, потому что он сам всегда идёт навстречу этой страсти. Но у вас два кандидата, женщины, девушки. Если вы мужчина, у вас будет конкурент в сентябре, который с вами явно конфликтует, спорит. У вас большая любовь с кем-то. Вот видите, влюблённая, да, большая любовь. Что у мужчины здесь, что у женщины. Явно с кем-то сильнейшее чувство в сентябре. Но при этом могут быть люди, кто вмешивается в эти отношения. И, соответственно, для женщины это другой партнёр. Для мужчины это конкурент. Да, конкурент, конкретный конкурент. С которым, ну, могут быть даже распри. Вот здесь идут качели, видите. Туда-сюда, туда-сюда. Кого мне выбрать? Или выберут ли меня, да, для мужчин. Вот смотрите, я здесь вижу справедливость. По сути, правда на вашей стороне, да. Но правда это одно. А любовь, отношения это другое. Поэтому боритесь за свою любовь, за свои отношения. Один из этих мужчин, ваша вторая, как говорится, половинка, которая вам действительно подходит. Кто вам по сердцу, с тем и будьте. Даже если с ним сложнее, понимаете. Здесь, смотрите, здесь луна. В отношениях может быть некий, ну, даже как обмам. Но кто-то мутит воду, кто-то магичит против вас. Однако, смотрите, если вот наш расклад вот так вот оценивать. Справедливость и правда выпала со стороны короля мечей, а луна со стороны короля жезлов. Но влюбленные выпали со стороны короля жезлов, а двойка пентаклей, качели со стороны короля мечей. Может быть, как раз тот, со стороны кого идет или какая-то муть, или обман вам по сердцу. А тот, кто честный, справедливый, он опять же под сомнением. Задумайтесь над этим. Ну, вот такая позиция у нас номер один. А мы идем дальше. Позиция номер два. Итак, личная жизнь в сентябре. Первая карта – это вы. Какая у вас личная жизнь сейчас? По ней вы ориентируетесь, да? Ну, тройка мечей. Обида, боль, страдания в личной жизни. Все не так, все не то. Какая-то травма произошла, да? Может быть, вы с кем-то расстались. Может, вас обидел любимый человек. Может, вы горюете о прошлом, оплакиваете прошлое, и не можете из этого выйти никак. Тройка мечей – это карта разбитого сердца. Поэтому те, у кого сейчас действительно сердце разбитое, или тот, кто не может отойти от прошлых отношений, и сейчас явно находится либо не в отношениях, либо в очень тяжелых, грустных отношениях, то это ваша карта. Все остальные ищут свою позицию. Тройка мечей, конечно, говорит, что долго придется, ну, так скажем, отходить от этой психологической травмы, от этой передряги, от, ну, вот такой вот, или обиды, или скорби, да? Конечно, это тяжелое состояние, тяжелая ситуация сейчас у вас. И, да, вы надеетесь на сентябрь, но я вам так скажу, что вот так вот, вот раз, вот так вот, это не решается, конечно. Если у вас, как говорится, сердце сейчас плачет, дайте ему поплакать. Давайте посмотрим, что у вас там в сентябре будет в личной жизни. Рыцарь Пентакли, Паш Пентакли, Повешенные, Королева Жезлов, Паш Мечей, Туз Кубков. Что могу тут сказать? У вас есть женщина-враг для отношений, которая эти отношения буквально подвешивает. Возможно, у вас двое детей. Я тут, как бы, просто предполагаю, если вы уж больно молодая женщина или мужчина, не сочтите это за какое-то оскорбление, потому что разные возрасты смотрят, да, этот расклад. Ну, просто, значит, по судьбе вам двое детей. Но тут как будто рядом с вами, как бы, ну, ваши окружающие, да, кто переживает из-за вас. Это могут быть дети, двое детей. У вас человек в сентябре как бы-то есть в душе, в уме, да, Рыцарь Пентакли, вот он. Но при этом, но при этом он не совсем романтичный человек и настроен на то, чтобы больше зарабатывать. Плюс он верхом на павлине. Это карта желания, роскоши, да, с одной стороны. А с другой стороны уж больно много спеси, гордыни у такого человека. Он может мало чего стоить при всей своей, при всем своем пышном великолепии, да, как говорят, при всей своей харизме, казалось бы. То есть такой человек, он пытается выше казаться, чем он есть даже ростом, понимаете. И у вас есть женщина-недоброжелательница для отношений, которая всячески будет в сентябре вставлять палки в колеса для того, чтобы хотя бы даже вот с таким скупым Рыцарем Пентакли развивать отношения. Если вы мужчина, у вас тут дамочка рисуется, которая пока считает себя жертвой своих детей, скорее всего, или каких-то жизненных обязанностей. И не торопится развивать отношения. Буду самостоятельной, буду работать, буду стараться там для семьи, для окружающих. А вот ты пока немножечко подожди. Однако у дамочки есть к вам чувство по тузу кубков. Если вы женщина, продолжаем для вас. Данная королева Жезлов, которая вставляет вам палки в колеса и подвешивает ваши отношения, она этого Рыцаря Пентакли тоже любит. Возможно, ваш мужчина — знак о земле, но не факт. Он просто может быть вот таким вот не очень сильно многостоящим, однако из себя изображающим. И понимаете, он суховатый, он никому, он не умеет проявляться в отношениях, быть романтичным никому. Однако что-то она за него держится. Вот я люблю его, и всё, вот он мне нужен. И понимаете, в чём проблема-то? У него могут быть к вам чувства, вот даже я хочу эти чувства оголить. Он, видите, от вас видит некие шансы в жизни, да, по тузу Пентакли. У него есть, могут быть к вам чувства, есть чувства, скорее всего. Однако он не знает, как решить проблему отношений, потому что она со своей любовью его поддушивает. И он не знает, что ему делать. Потому что у него к вам чувства есть, он как бы на второй шанс какой-то может надеяться. Однако дамочка сильно свои превышает полномочия, а мужчины в этом плане слабоваты бывают. Представьте, кто-то, мужчина бы перед вами завывал целыми днями, там, а вы, я тебя люблю, а вы, не бросай там меня, там, мои детей, мой дом, там, я не хочу с тобой расставаться никогда, ой, у меня заболели там, не знаю, почки сердца, печень, голова, там, желудок и все такое. Ой, уже все, чуть ли не в обмороке лежу. Вот если бы кто-то перед вами устраивал такие концерты, истерики, вы бы тоже были очень слабы сердечно к такому человеку. И также перед мужчинами женщины всегда выкаблучивают такие вот эти вот все вот эти вот вещи, что иногда и черной магии не надо. Просто вот она его в кулак железный взяла, понимаете? Сильно давит на него, дама сильно давит в сентябре. И пока, конечно, проблема ваших отношений не разрешается. Но шансы для этого есть. Вам нужно просто вот от тройки мечей сначала освободиться, простить себя, простить других и немножечко так себя полюбить. Естественно, отношениям это поможет, потому что человек, который любит себя, это сразу начинает видеть, начинают видеть вообще и все другие люди. И, соответственно, они ведут себя по отношению к этому человеку совершенно иначе, ценят его больше. Поэтому начните именно любить себя и прощать себя. Ну, вот такая вторая позиция. А мы идем дальше. Позиции номер три. Наш Садолит. Ваша личная жизнь в сентябре. И первая карта. А что у вас сейчас в личной жизни? Карта вашей личной жизни тройка кубков. Так, ну, первый вариант по тройке кубков. Это вы очень счастливы в личной жизни. Собираетесь, там, не знаю, замуж или жениться. И обожаете, любите своего партнера или партнершу. Второй вариант по тройке кубков. Вы находитесь в радостном любовном треугольнике, где всячески пытаетесь на празднике жизни сражаться за своего любимого человека. Неважно, мужчина это или женщина. И третий вариант. Вы свободная личность, которая просто постоянно живет в этом празднике жизни и не собирается в личные отношения, ни в какие вступать. Понимаете? Вот тут, да, вот такие три варианта. Если один, хотя бы, из ваших этих вариантов вам подходит, то это вы, значит, все нормально. Если нет, идите в другую позицию. Здесь именно так. Вот. Ну, хорошо. Давайте посмотрим развитие вашей личной жизни в сентябре. Конечно, тройка кубков карта счастливая, да? Даже если вы в треугольнике, и вы не чувствуете в нем огромного дискомфорта. Вот. А если просто, ну, влюблены и собираетесь там, не знаю, вместе что угодно сделать там, ездить в отпуск, проводить время свидания там, жениться и все такое, ну, классно, значит. Так, что там будет у нас, да? Семерка мечей. Четверка кубков. Десятка мечей. Девятка мечей. Суд и двойка жезлов. Вы знаете, тут в сентябре попахивает ссорой. Ссорой, которая может быть из-за обмана или встревания в ваши отношения других людей. Вмешательство. Если у вас будет с любимым человеком некий конфликт в сентябре, то это будет больше надуманный конфликт, чем настоящий, то есть раздутый конфликт из пустого места. И вы можете начать, как вы, там, не знаю, тебе лайк поставили в инстаграм, так и этот человек, да? Почему ты переписываешься с турками? И вот, понимаете, ну, может быть, оно не стоит того, да, чтобы вот ссориться, а потом мириться. Потому что здесь конкретно карты показали конфликт, такой глупый абсолютно, а потом примирение, и начинаете ставить новые цели в отношениях. То есть в сентябре у вас именно такое развитие событий. Если вы сейчас вообще не в отношениях, вот совсем, от слова совсем, то это потому, что вы не доверяете людям, что вы не доверяете противоположному полу. И как бы к вам не стучали в сентябре другие люди в сердце ваше и не обращали на вас внимания, вы сначала не будете пускать никого. А потом кому-то дадите шанс, но уже в состоянии, когда вас довели. То есть человек, может быть, либо будет настаивать на том, чтобы вы дали шанс. Либо это будет делать, не знаю, ваша подружка. Ну дайте этому человеку шанс. То есть вот так. Или там мама, да. И соответственно, вы дадите шанс, чтобы что-то там пообщаться. Ну вот это всё. Если же, если же вы в отношениях или в подобии отношений сейчас находитесь, то да, тут будет пустой конфликт, который закончится возобновлением отношений, примирением. Но его можно избежать, просто не акцентируя внимание на ерунде и не вызывая лишней дурацкой ревности у партнёра или партнёрши. Вот. Потому что реабилитация здесь всё равно присутствует, улучшение отношений присутствует, восстановление возрождения. Если вы сейчас считаете себя в ссоре, то тем более возрождение в сентябре идёт, но уже к концу, да. И, да, если есть возможность не вступать в этот конфликт, то есть если вы ещё в него не вступили, то всё, вам нужно просто это дело в себе проработать, отменить, так скажем. Вот. В целом, в целом, я бы так сказала, что это отношения по типу постоянных скачков эмоций, качелей, да, когда люди испытывают другу-другу страсть и, естественно, закатывают друг другу периодические скандалы на основе этой страсти, потому что слишком сильно то ревнуют, то переживают за свою вот эту вот, за свою принадлежность к этим отношениям. Ну, вот такая позиция номер три. А мы идём дальше к позиции номер четыре. Ваша личная жизнь в сентябре. Что вас ждёт? Наш горный хрусталь. И первая карта это какая у вас личная жизнь сейчас, на сегодняшний день. Это восьмёрка жезлов. Карта явно показывает, что ваша личная жизнь бурно развивается. Кто-то может очень сильно к вам стучаться, долбиться, я не знаю, добиваться, написывать, названивать, что-то там, да, пытаться с вами строить отношения, ходить на свидания. Вот прям, и именно она часто показывает настойчивость, такую конкретную настойчивость одного человека к другому. И наоборот, понимаете, может быть, вы к кому-то проявляете такую сильную настойчивость. Может быть, вы кого-то добиваетесь. Может быть, вы очень хотите с кем-то общаться и даже вплоть до навязчивости. Ну, как навязчивости, да, что человек, допустим, не так быстро реагирует, как вы, и вы больше внимания уделяете. Кто-то, может быть, со стороны бы сказал, что это немножечко навязанное внимание. Часто восьмерка жезлов говорит о разговорах сутками друг с другом, проведение времени вместе тоже сутками. Вот такое бывает по ней. Но иногда эта карта говорит о любви на расстоянии и о том, что люди регулярно друг к другу пишут, звонят, общаются по видеосвязи. Понимаете? То есть, это карта быстрого развития какой-то ситуации в отношениях. Очень редко показывает бурную ссору, скандал на основе выяснения отношений, ревности или просто столкновения характерами. Очень редко, но такое тоже может здесь быть. Хорошо, Димит, хватит хрюкать. Давайте посмотрим, что у вас будет в личной жизни в сентябре. Так, ну, колесница, солнце, королева мечей, девятка кубков, императрица и иерофант. Здесь очень хорошие выпали карты. Они показывают сильное развитие в личной жизни в сентябре. Возможно, совместная поездка куда-то с любимым человеком в тёплые края. Также здесь идёт достижение каких-то целей в отношениях. Страстные отношения, бурные отношения. Если вы сейчас одинокий человек, вдруг решили посмотреть, да, как у вас будет развиваться личная жизнь, то, возможно, вы поедете в тёплые края для того, чтобы там, ну, не знаю, завести курортный роман, пообщаться, найти, может быть, какие-то отношения. Однако это будет для вас довольно сложно и вы поедете, возможно, с подругой, потому что здесь две женщины, да, и, соответственно, вы можете встретить кого-то, кто для вас будет духовно близок, но вряд ли вы получите сексуальные отношения. То есть здесь для одиноких такой прогноз. Для неодиноких, тех, у кого какие-то отношения, их название, там, я не знаю, человек, есть. Если у вас любовь на расстоянии, карты говорят, что вы, возможно, с человеком встретитесь. И либо это совместная поездка, да, куда-то в тёплые края, либо вы едете к человеку, или он к вам. Но при этом в ваши отношения явно кто-то вмешивается женского пола. Понимаете? Две женщины в раскладе. То есть может быть мама партнёра, может быть ваша соперница, конкурентка, бывшая жена. Кто-то вмешивается, кто-то вносит свои коррективы. Однако не мешает тому человеку, с которым вы общаетесь, любить вас, потому что этот человек явно испытывает к вам очень большие чувства. Более того, если вы мужчина, у вас две женщины на горизонте в сентябре, и вам между ними выбирать. Одна из них, скорее всего, ваша жена, или с ней серьёзные отношения. А со второй женщиной, хоть она и строгая, и стерва, но очень яркие отношения, страстные, и возможность совместная поездка. То есть это ваша тогда любовница. Задумайтесь, дорогие мужчины. Конечно, в такой яркости жить приятно. Вы султан, но сколько продлится это, вот в чём вопрос. Пока в сентябре, да. Если же вы женщина, знайте, что у вашего мужчины есть дамочка, которая следит за ним, и которая не хочет его упускать. В отношениях ли он с ней, у каждого проиграется по-разному, но скорее нет. Или она его бывшая, да. И у вас с ним возможны серьёзные отношения дальше, или продолжение брака, или сам по себе будущий брак. Однако дайте этому человеку весь спектр эмоций. Вы уже даёте эмоции, дайте ещё больше. Никогда не ослабляйте свой интерес к нему. Постарайтесь поддерживать его эго, потому что этот человек явно настоящий эгоист. И если вы это эго будете поддерживать в свою меру, уважая себя, естественно, и, ну, так скажем, показывая, что и вы нуждаетесь в вниманиях, и подарках, и всему, но и ему показывая свою страсть, то у вас, возможно, очень большое развитие этих отношений. Ну, вот такая вот у нас четвёртая позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.